Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы ВашДГД, посвященный разъяснению актуальных вопросов таможенного и налогового администрирования. В прошлом году в Казахстане стартовал пилотный проект по внедрению сопроводительных накладных на товары в электронной форме. Оформляется она в специальном модуле – виртуальный склад информационной системы электронный счет фактуры. Электронная СНТ – это полноценный первичный бухгалтерский документ, входящий в состав пакета товаросопроводительных документов, который оформляется в определенных случаях на конкретные виды товаров при его продаже, отгрузке, перемещении внутри страны, а также при импорте и экспорте. Применяется СНТ для упрощения документа оборота, расчета налогооблагаемой базы, а также для таможенного и налогового администрирования. Сделано это для прослеживания товара оборота в рамках Евразийского экономического союза. Мы уже на входе будем знать, сколько он единиц товара завез, и, соответственно, с помощью такого электронного счета фактур будем смотреть, сколько он реализовал. Соответственно, будем знать, сколько у него в остатках. То есть это уже простая арифметика, нам уже будет давать понимать, сколько на рынке товаров находится, сколько реализовано. Многие налогоплательщики-импортеры с территории стран ЕС перешли на выписку СНТ. Таким образом, внедрение пилотного проекта позволило расширить налогооблагаемую базу и улучшить процесс администрирования. Сопроводительные накладные оформляются заранее. По закону, сроки выписки СНТ должны быть не позднее дня отгрузки товара и до момента пересечения границы Казахстана. То есть это можно сделать и за неделю до отправления, если у вас есть вся необходимая информация. Словом, положительный эффект от оформления СНТ отмечают и сами практики. Наша организация является ведущим лидером в отрасли консалдинговых услуг. Наши клиенты в основном иностранные компании, которые импортируют товар из стран Таможенного союза и стран ЕС. Соответственно, возникает обязательство о выписке СНТ на импорт до пересечения границы. Ключевым преимуществом и удобством СНТ является, наверное, то, что мы можем выписать электронную счет-фактуру на основании СНТ до сдачи 328-й формы. До 1 апреля этого года, то есть до окончания действия проекта, оформлять СНТ необходимо на следующие виды товаров вне зависимости импорт это или экспорт. В их числе биотопливо, спирты, другая алкогольная продукция, нефтепродукты, табачные изделия и не только. До 1 августа товары, подлежащие маркировке и из перечня изъятий ВТО. Но есть и те предприниматели, кто освобожден от оформления и подтверждения СНТ. Речь идет о так называемых малых торговых точках, то есть те самые магазины у дома. Но лишь те субъекты, кто не продает табачные изделия, алкоголь или же нефтепродукты, и чей бизнес отвечает следующим четырем критериям. Это применение специального налогового режима по упрощенной декларации, не являться плательщиком НДС, применять контрольно-кассовую машину при товарно-денежном расчете, а также являться розничным реализатором. Но и здесь есть свои нюансы. Розничные реализаторы, которые реализуют алкогольную продукцию и табачные изделия, для данных налогоплательщиков нет необходимости по оформлению сопровождения накладной на товары. Им достаточно полученный товар подтверждать в информационной системе. Также раньше эти процедуры налогоплательщики производили через кабинет налогоплательщика СОНО. На сегодняшний день данную процедуру надо проводить через информационную систему электронных счетов фактур. Подтверждать представленные сопроводительные накладные необходимо при получении товара от поставщика в информационной системе электронные счет фактуры в установленные сроки. Кстати, в сроках в них также есть изменения. При получении товара от поставщика мы должны подтвердить электронную счет фактуру в СНТ в течение 20 дней рабочих календарных, если это было при помощи транспорта. Если товар был доставлен без использования транспорта, то мы также подтверждаем только в течение 10 рабочих дней в СНТ эту электронную счет фактуру. К слову, накладную можно и отозвать, но только в случае неверного оформления товаров в информационной системе ЭСФ это вправе сделать сам поставщик. Нужно также отметить, что на период действия проекта к нарушителям правил выписки СНТ меры административной ответственности не применяются. Если раньше для подакцизной продукции существовало три вида накладных, то сегодня благодаря СНТ эти документы унифицированы в один документ. Подробнее ознакомиться с принципом оформления можно посредством видеоуроков, представленных на инстаграм-странице Департамента госдоходов города Алматы. На этом все. Вы смотрели программу ВашДГД. Увидимся на следующей неделе.